МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Брянская губерния новости. С вами Александр Новиков. Здравствуйте. Спонсор программы события общества с ограниченной ответственностью, Солнечные, представляющие квартиры от завода ЖБИ-3. Пока у всех кризис. Мы продолжаем строить по новым стандартам качества при неизменной цене. От 28 тысяч рублей за квадратный метр. Советский район, ЖК Солнечный, Фокина, 113, 67, 50, 55. ООО «Солнечный» и ООО «Завод ЖБИ-3». Проектная декларация на сайте солнечный32.ру. 5 тысяч рублей брянским пенсионерам начали выплачивать раньше анонсированного срока. В Брянскую область в полном объеме поступили средства на единовременную выплату, передает пенсионный фонд. Это более 2 миллиардов рублей. Все средства сразу направили в доставочные организации. Кредитные учреждения уже разнесли деньги по счетам получателей пенсии. И брянские пенсионеры уже начали получать в банках единовременную выплату. Пенсионеры, у которых дата доставки пенсии на дом с 13 числа, получат 5 тысяч рублей вместе с пенсией. Пенсионный фонд в очередной раз подтвердил, что все средства заложены в бюджете фонда на текущий год. Транспортное обслуживание населения и переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Эти вопросы стали ключевыми на заседании постоянного комитета по промышленности, строительству, предпринимательству и собственности Брянской областной думы. Перевозчики и контролирующие органы общий язык пытаются найти уже давно. Сделать отношения сторон максимально прозрачными. Пытаются областные власти в лице депутатов регионального парламента. Ряд вопросов действительно регулируется именно в законодательном порядке. Начиная от того, чтобы каждый перевозчик обязан передавать сигналы о нахождении транспортного средства для контролирующих структур. И такой контролирующей структурой в рамках торгов была избрана компания. Сегодня ее пожелание, в каком виде эта информация должна быть представлена, мы учли, внесли это в закон. Вынесен на комитеты вопрос изменения маршрутов. Сейчас рейсовые пригородные автобусы останавливаются только на остановочных пунктах. Для удобства населения привычную, но неудобную схему решено изменить. Мы говорим, что если это Брянский район, что если маршрут до 15 километров, то можем разрешить и позволить, чтобы они останавливались. И для населения это очень важно, чтобы они могли делать остановки на всех остановочных пунктах по следованию этого маршрута. Поэтому население здесь не теряет, ему не надо дополнительно переплачивать, пересаживаться на другие транспортные средства. Я думаю, что это правильное решение. Не менее острый вопрос переселения из аварийного жилищного фонда. Федеральный закон, в рамках которого в фонд содействия реформированию ЖКХ поступали деньги из федерального бюджета, заканчивает свою деятельность в сентябре. Есть инициатива городского совета. Эту инициативу поддержали депутаты Брянской областной думы, в частности депутаты комитета по промышленности, о том, чтобы обратиться в правительство Российской Федерации, обратиться с законодательной инициативой в Государственную думу Российской Федерации, с тем, чтобы продлить деятельность этого фонда. С сентября этого года больше 600 квартир будут ждать расселения. В областном и муниципальном бюджетах при всем желании средств на это попросту нет. Одна надежда, чтобы обращение народных избранников было услышано в Москве и действия фонда продлили. К слову сказать, в нашем регионе самая низкая стоимость социального жилья на всероссийском рынке. И здесь я хочу сказать отдельные слова благодарности. Это Сладун Галине Клавни, которая лично сама выезжала в Минстрой для того, чтобы обосновать эту цену, поскольку на сегодняшний день, если мы берем 15-й год, эта цена была самой низкой в Российской Федерации. Была 28 600. Соответственно, это готовое жилье с отделкой. Не все компании могли себе позволить выйти на такую себестоимость даже. На сегодня цена социального квадратного метра немногим больше 30 тысяч рублей. И это по-прежнему дешевле, чем у соседей. Татьяна Жукова, Владимир Шилободов. События. Брянск. Члены Думского комитета по вопросам социальной политики и здравоохранения решили выйти с инициативой о принятии закона о бесплатном предоставлении многодетным семьям в собственность земельных участков в Брянской области. Предыдущий закон с аналогичным названием утратил свою силу 1 января 2017 года. Не все нуждающиеся смогли получить положенные им земельные участки. Также был рассмотрен вопрос о том, как исполнительные органы власти Брянской области участвуют в исполнении государственных программ. Таких как доступная среда, социальная поддержка граждан, жилища, развитие здравоохранения, содействие занятости населения. Структурным подразделениям регионального правительства рекомендовано регулярно информировать об исполнении этих программ. Следующий вопрос коснулся перспектив внедрения отдельных видов высокотехнологичной медицинской помощи. Лицензии на такой вид деятельности в нашем регионе имеют 9 учреждений. За счет федерального бюджета и системы обязательного медицинского страхования их высокотехнологичными услугами воспользовались 7 тысяч брянцев. Это на 18% больше, чем годом ранее. Профильному департаменту рекомендовано продолжить работу в данном направлении. Первое в новом году заседание Комитета областной думы по аграрной политике и природопользованию прошло под председательством Василия Евсеева. Депутаты проанализировали организацию зимнестойлового содержания скота в сельхозпредприятиях области. Сейчас в них насчитывается 127 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе 53 тысячи коров. Продуктивность дойного стада выше прошлогодней. Особенно преуспели в этом направлении в Стародубском, Карачевском и Брянском районах. Лидеры среди хозяйств – «Красный октябрь», «Нива», «Прогресс». Сбоев и нештатных ситуаций в ходе зимовки скота пока не зафиксировано. По словам заместителя председателя облдумы Юрия Гопейнка, сегодня область обеспечивает себя многими видами сельскохозяйственной продукции, в том числе мясом и картофелем. Вместе с тем нужно направить усилия на увеличение производства молока для обеспечения полной загрузки перерабатывающих предприятий области. Рособорнадзор напоминает, что заявление на участие в ЕГЭ 2017 года необходимо подать до 1 февраля. В заявлении нужно перечислить предметы, по которым выпускник планирует сдавать экзамены. Русский язык и математика при этом остаются обязательными. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании. Остальные предметы сдаются по выбору. Указать можно любое их количество. Выпускники школ текущего года сообщают об этом по месту учебы. Выпускники прошлых лет – в места регистрации, которые определены органами управления образованием. Писать и подавать заявление желательно лично, но можно доверить этот процесс родителям или другим законным представителям. После 1 февраля заявления на участие в ЕГЭ принимаются по решению Государственной экзаменационной комиссии только при наличии у заявителя уважительных причин и не позднее, чем за две недели до начала экзаменов. Ну и еще на тему образования. Брянская область снова покоряет российские вершины. На сей раз отличился Клинцовский район. Средняя школа номер 3 имени Орджоникидзе месяц назад вошла в топ-100 лучших школ России, где стала лауреатом конкурса. Пятый всероссийский образовательный форум «Школа будущего», на котором и были подведены итоги конкурса 100 лучших школ России, состоялся в Санкт-Петербурге. Нашему корреспонденту удалось пообщаться с директором этой школы, депутатом Брянской областной думы Татьяной Харченко, и узнать, каково это, стать учителем года 2016, и благодаря чему Третья Клинцовская школа смогла отстоять честь Брянщины на всероссийском уровне. Посчастливилось участвовать в двух всероссийских конкурсах. Первый конкурс «100 лучших школ России» и второй всероссийский конкурс «100 лучших предприятий и организаций России». И в одной и во второй номинации мы стали победителями. С чем вы ходили на конкурс? Благодаря чему эта победа? Наверное, благодаря той работе, которая была на протяжении 10 последних лет, и последних двух проектов, которые были разработаны и реализуются на сегодняшний день в нашей школе. Это духовно-нравственный центр «Копчег». Это действительно очень значимая такая актуальная тема, которая даже становится, мне думается, не темой, а частью нашей жизни. И второй проект – создание технопарка на базе нашей школы. Это тоже, ну, здесь мы говорим об актуальности проекта, потому что действительно речь о подготовке высокопрофессиональных рабочих кадров и инженерных кадров – это одна из тех приоритетных задач, которые ставит перед нами государство. Сохранить и приумножить. 11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков. Именно в этот день, сто лет назад, был образован первый государственный заповедник страны – Баргузинский на Байкале. Праздник даст торжественный старт открытию года особо охраняемых природных территорий. Жителей России ждет много интересных проектов. Своя программа и у заповедника «Брянский лес». А в свой профессиональный праздник сотрудники заповедника провели пресс-конференцию, посвященную реализации одной из важнейших программ. Европейский зубр – самый крупный сухопутный зверь России. Благодаря усилиям брянских специалистов, краснокнижное животное вот уже 6 лет обитает в лесах нашего региона. С 2010 года заповедник «Брянский лес» реализует программу по восстановлению вольной популяции зубра. Программа на сегодняшний день, сказать, что она идет как бы без сучка и задоринка, и все здорово, все классно, но только может, я думаю, дилетант сказать. Есть сложности, есть рабочие моменты. Но коллектив заповедника «Брянский лес» со всеми этими моментами справляется. И есть люди, службы региональные, которые всячески этому помогают. У нас порядка 40 зверей на сегодняшний день зубров. И сегодня мы имеем тенденцию, что та территория в 12 тысяч гектар, она для зубров стала уже немножко малой. На вопросы журналистов из Брянска, Калуги и Орла отвечали руководители трех соседних особо охраняемых природных территорий. Заповедники «Брянский лес» и «Калужские засеки», национальный парк «Орловское полесье». Они не только являются соседями, но и вместе занимаются восстановлением вольной популяции зубра. Ведь в начале 20 века это животное оказалось на грани исчезновения. Сейчас на воле в мире, во всем мире около трех с половиной тысячи зубров. И если мы делаем маленькие пересчеты, мы сразу становимся понятно, что Брянска, Калуги и Орловская популяция это не что иное, как 10% вообще мировой популяции. Это довольно значительный сумм. В сегодняшний момент времени у нас насчитывается более 400 зубров. И мы очень сильно надеемся, что вместе еще с Национальным парком Угра и с Брянским лесом к концу 2017 года, знаменательного года для всех особо охраняемых природных территорий России, Национальных парков и заповедников, мы, безусловно, общую цифру насчитаем более 500. 500 зубров это уже та цифра, когда популяция выходит на уровень самоподдержания. На пресс-конференции поговорили и об охране животных. Так, брянские зубры все чаще уходят на соседние территории, например, в Карачевские леса. Начальник Департамента природных ресурсов и экологии региона Андрей Тимошин рассказал, что в области уже прорабатывается вопрос о сотрудничестве с другими структурами. Они помогут в охране животных от браконьеров. Как зубры переносят морозы, какое наказание ждет за убийство этих животных? В ходе встречи руководители и сотрудники заповедников и национальных парков ответили на самые разные вопросы. К слову, нынешние холода, как рассказала Елена Ситникова, на животных никак не отразились. Часто такие вопросы от журналистов приходят, действительно часто. Вот много снега выпало, как? Вот мороз, как? Ну, извините, все адаптируется и достаточно быстро они на это реагируют. Во-первых, а во-вторых, крупные звери, они с довольно длительным сроком жизни, они как бы имеют и опыт. Брянско-Орловско-Калужский лесной массив уникальны в своем роде. Специалисты отметили, что в идеале популяция зубров на этих территориях должна быть единой. А пока в ближайших планах новое пополнение животных в Брянском заповеднике. Часть зубров приедут из Орловского полесья, часть из Калужской области. На постоянное место жительства в наш регион привезут только самок, так как сейчас в зубрином стаде преобладают самцы. К концу 2017 года брянская популяция зубров должна достигнуть 50 особей. Евгения Гриненко, Евгений Седачев, События Брянск. На полчаса сократится в новом году время в пути для пассажиров поезда Москва-Брянск, который сейчас тратит на дорогу более четырех часов. Об этом сообщил начальник московского филиала федеральной пассажирской компании Евгений Бухвалов. По его словам, на данный момент уже ускорили все адлерское направление. Сегодня до курорта можно доехать за 24 часа. При этом прорабатывается по московскому филиалу направление в Брянск, чтобы ехать туда на 30 минут меньше, и поезд Москва-Ярославль, чтобы доезжать туда за два с половиной часа, пояснил Евгений Бухвалов. Впрочем, он уточнил, что эти планы компании прорабатываются. Напомним, сейчас, согласно действующему расписанию перевозчика, поезда из Москвы в Брянск следуют более четырех часов. Ну а сейчас расскажем, о чем пишут сегодня интернет-издания и что брянцы обсуждают в социальных сетях. В страшном ДТП в Дядьковском районе погиб водитель, ранены две женщины. Столкнулись Ауди 80 и Лада Приора. Удар был такой силы, что водитель Лады погиб на месте. Женщина-водитель Ауди и ее пассажирка с травмами доставлены в больницу. В Новозыпкове иномарка протаранил автобус. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал. Водитель иномарки при выезде на главную дорогу не пропустил городской автобус. Два автомобиля столкнулись на перекрестке у дворца железнодорожников. Видео появилось в сообществе «Типичный Брянск ВКонтакте». Один из водителей решил совершить разворот, не убедившись в безопасности данного маневра. В итоге в спешащего лихача на Рено влетела легковушка. О пострадавших информации нет. Полиция ищет свидетелей ДТП на улице Пересвета, где сбили 15-летнего школьника. Подросток получил ушибы брюшной стенки. Через соцсети он пытался разыскать сбившую его автоледи. Полиция просит свидетелей ДТП позвонить по телефону 75 85 33 74 71 02, либо обратиться по адресу проспект Московский, 88. В ночь на среду произошел пожар в ветеринарной лечебнице Фокинского района Брянска. Горела комната лечебницы площадью 15 квадратных метров. Дальнейшее распространение огня удалось предотвратить, сообщили в МЧС. В два часа пожарные прибыли на место, пожар потушили в 2.27. О пострадавших в МЧС не сообщают. Причину возгорания предстоит установить. Роспотребнадзор нашел на одном из складов запрещенные к продаже спиртосодержащие средства. Настойка дуба и лосьон Витасепт Косман. Реализация указанной продукции объемом 350 литров приостановлена собственником на 30 суток. С 16 января в график движения нескольких пригородных поездов на Брянщине внесены изменения. Они коснутся электричек и дизель-поездов, следующих до Судимира, Дядькова, Брянска-Северного. Точное расписание можно узнать на вокзалах и остановочных пунктах. Севск претендует на звание объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас идут подготовительные исследования, по результатам которых будет понятно, по каким критериям город может быть номинирован в список охраняемых объектов. Мы продолжаем серию репортажей о переселении соотечественников, проживающих за рубежом. О том, как проходит реализация программы на территории Брасовского района, расскажет наш корреспондент Дмитрий Кузнецов. В рамках программы по переселению соотечественников только за 2016 год 18 граждан сопредельных государств обратились за помощью в трудоустройстве в Центр занятости Брасовского района. Подавляющее большинство обратившихся, говорят сотрудники Центра, жители Юго-Востока Украины, районов промышленных и работящих. Тяжелой работой таких людей не испугаешь, потому большинство переселенцев без труда находят себя на новом месте. Регион наш сельскохозяйственный, поэтому основная масса вакансий приходится именно на долю сельского хозяйства. К одному из предпринимателей, он вообще у нас активно занимается переселением граждан. То есть если есть специалисты, которые готовы работать в сельском хозяйстве, перевозят, предоставляют жилье, оказывают содействие в обустройстве быта дома, в переподготовке. В том числе приехали к нему и две украинские семьи, которые благодаря работе у данного работодателя, это институтный предприниматель Клюенков, о сельхозник, получили дом, возможность работать и успешно устроиться в нашем районе. Но бывают и совсем уж необычные истории. Приехала женщина, обратилась в службу занятости. Пообщавшись с ней, человек приехал из Краматорска, то есть из очень горячей точки. Двое малолетних детей, которых надо на что-то кормить, надо где-то работать. Мы предложили ей переподготовку. Обучили на маникюр. Шоу человек оказался творческий, талантливый, со способностями. После окончания обучения обратилась к нам с помощью, оказать содействие в открытии предпринимательской деятельности. Также оказали содействие в предпринимательской деятельности, в открытии собственного бизнеса. Сейчас она успешно работает, открыла свой кабинет. Ювелир по образованию Оксана Орехова достаточно быстро освоилась в новой профессии. За каких-то полгода превратившись в одного из самых востребованных мастеров района. 9 сентября у меня открыто предпринимательство. Есть сертификат у меня здесь, свидетельство. И начала работать. Могу похвастаться клиентом много. Ну, скажем так, что попала в свою струю. Новая сфера деятельности не только позволила Оксане обеспечить свою семью. Так удачно сложившиеся обстоятельства заставили женщину снова поверить в себя и реализовать свою давнюю мечту. Хореографического образования я не имею. К сожалению, не получилось отучиться у меня. Но я больше 20 лет занималась танцами, живя там на Украине, в народном и классическом коллективе. И я пришла, предложила у нас в клубе на общественных началах, если можно. Я предложила здесь в ДК, в Локотском из ДК. Приняли тоже с удовольствием, с радостью. И начала заниматься. Тяжелые воспоминания о последних месяцах жизни на Украине уже все реже тревожат Оксану. Сейчас у нее новый паспорт, новая жизнь и далеко идущие планы. Теперь я уже стала жиданкой Российской Федерации, поэтому все очень хорошо. Я довольна. С семьей все хорошо. Дети растут, учатся. Работаю, конечно, пока я одна. Но планы у меня есть. Не буду пока о них рассказывать. Знаете, как говорят, загад не бывает богат, но все равно нужно мечтать и расширяться. Хочу и расширяться. Есть у меня люди. Я надеюсь, что мы будем дальше сотрудничать с биржей, потому что есть мастера, которые обучаются одних точно так же. И я рада буду девочкам. Нахтевой сервис более расширенный сделать здесь. Возможно, даже тоже будет такой же кто-то с Украины, вот как и я попала в такую ситуацию. Но если даже не с Украины, местные кто-то будут девочки. Почему бы нет? Сейчас с работой очень тяжело. Поэтому я считаю, что помогать надо. Если мне помогли, почему я не могу помочь людям? Дмитрий Кузнецов, Владимир Шалободов. События. Локоть. Брянский режиссер, кинооператор и натуралист Дмитрий Шпеленок снимает многосерийный фильм «Я – медведь». Он рассчитан на детскую аудиторию. Предполагается, что фильм будет состоять из сотни серий. Две из них уже появились в сети. Каждая серия длится не более трех минут. В первой серии малышам рассказывали в общем о медведях, а во второй рассказ был уже более предметным – о медвежьей шубке. Главного героя озвучивает известный брянский шоумен Денис Петренко. По его словам, во время работы у него в голове было два образа – Умки и Винни-Пуха. В итоге решено было сдвинуться в сторону последнего – для придания образу органичности. Как рассказал автор проекта Дмитрий Шпеленок, далее в его планах создание детского фильма, посвященного лисам. На этом все. Мы ждем вас на нашем сайте губерния.тв. Хороших вам новостей, всего доброго и до скорой встречи в эфире. Эго! Эгоист! Эгоист! Эгоист!